Здравствуйте, уважаемые телезрители! Это программа «Актуальное интервью» в студии Максим Мельников. Уже в самом разгаре декларационная кампания 2017 года. Налоговые органы приступили к приему декларации о доходах, полученных физическими лицами в 2016 году. Эта процедура продлится до 2 мая. А подробнее о том, кто, как и за что должен отчитаться предналоговой, поговорим с Людмилой Генераловой, главным государственным налоговым инспектором ФНС России по городу Красногорск, Московская область. Людмила Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что же, мы с вами не первый раз встречаемся здесь, в этой студии, как раз в ходе декларационных различных кампаний, в том числе и декларационных кампаний для физических лиц. Сказал я, что уже декларация нынешнего года продлится до 2 мая. В прошлые годы эта дата была другая. Почему мы в этом году решили продлить? Ну, в этом году продлина лишь только потому, что последние дни отчетного периода, конца апреля, попадают на выходные. И, соответственно, сдвинута дата на первый рабочий день. А это 2 мая, поэтому это является последним днем по сроку отчетности физических лиц. Понятно. До 2 мая отчитались, да, то есть подали декларацию. Соответственно, как быстро это все нужно будет оплатить, потому что декларация же проходит проверку еще, насколько я понимаю. Да, конечно. В случае, если мы говорим о тех лицах, которые получили доход за 2016 год финансовый, соответственно, отчитались в срок, срок уплаты остался прежним. Не позднее 15 июля текущего года. То есть мы говорим о 15 июля 2017 года. Хорошо. Давайте тогда, кто и за что должен отчитаться? То есть какие категории граждан? Ну, это в основном физические лица, получившие доход с 1 января по 31 декабря 2016 года от того или иного получения прибыли. От продажи собственности, как пример. Допустим, по трудовым договорам. То есть это любой вид полученного дохода, с которого не был удержан налог. Мы не говорим о предприятиях, о налоговых агентах, о работодателях, о тех, которые самостоятельно исчисляют и удерживают. Выдав лицу, там 2 НДФЛ, это справка о полученном доходе, исчисленном, удержанном и перечисленном бюджете. Лица самостоятельно по полученному доходу, помимо, ну, скажем так, рабочей деятельности, занятости, получившей доход, сами в сроке отчитываются путем подачи декларации и самостоятельно рассчитав данную декларацию с уплатой в бюджет, оплачивают ее не позднее 15 июля. То есть, иными словами, я продал квартиру или дом, мне за это нужно прийти отчитаться в налоговые органы. Соответственно, если я получил, я не знаю, какие-то денежные вознаграждения, допустим, за выигрыш в лотерею. Подлежащие налогообложению, да. Если я получил наследство. Нет. Часть наследства – это определенная статья дохода. Наследство у нас на территории и по закону неналогооблагаемое. Родственное дарение не подлежит налогообложению, полученное по завещанию. Мы говорим о категории дохода от продажи. Это совершенно другое. Если вы получили, допустим, материальную выгоду в виде родственного дарения объекта, или, как пример, вы говорили, машины, это неналогооблагаемое. Это, скажем так, очередность. Не очередность, родство. Оно прописано в семейном кодексе. Это близкие линии родства. Соответственно, папа, мама, дети, муж, бабушка. Эта категория, да, получив в виде того или иного объекта прибыль, лицо не отчитывается. Понятно. Если вдруг по каким-то причинам вовремя не подал декларацию, вовремя не оплатил, какая ответственность ждет такого человека? Ну, если так получилось, что лицо по тем или иным причинам вовремя не сдало эту декларацию, ну, это нарушение срока в статье 119, тысяча рублей штрафа за несвоевременную подачу декларации. Это все происходит после проведения проверки самой декларации. Лицо подает. Понятно, что позже срока. Налоговый орган сотрудники камерального отдела проверяют. Подтверждается факт нарушения. И выносится штрафная санкция в размере тысячи рублей. – Человек решил утаить то или иное свое действие по продаже какого-то имущества? – Ну, утаить я не думаю, что наши граждане что-то утаивают. Если вдруг так получилось, ну, кто-то по незнанию, хотя мы говорим о том, что закон должны знать все и соблюдать, вдруг если так получилось, что лицо по той или иной причине не подало. – Соответственно, налоговый орган его уведомляет о подаче, об обязательном декларировании. Потому что возможен такой пример. Налоговому органу поступают сведения о получении прибыли лицом в виде объекта, квартиры. Соответственно, налоговый орган данное физическое лицо уведомляет об обязательном декларировании по факту получения данного объекта. В результате, когда человек приходит, он нам представляет, пишет заявление об освобождении, так как данное дарение было родственным. То есть вариантов на самом деле сказать, что конкретика лицо утаила, и мы там… – То есть в любом случае утаить у человека не получится. Рано или поздно налоговые органы, вот этот, скажем так, факт передачи от одного собственника к другому… – Конечно, потому что взаимодействие между органами, происходит обмен информацией, данные, регистрация, все происходит. – В автоматическом режиме это просто вопрос времени. Поэтому вытаить вообще неправильно. Возможно, забыли, да, я согласна. – Забыть, да. Ну, хорошо, давайте. Забыл человек, ну, бывает такое, вылетел из головы, что продал дом и не подал этого декларацию. Какая ответственность у вас ожидается? – Ну, опять же, здесь вопрос, давайте уже не будем обсуждать о том, что это родственное дарение. Ну, допустим, произошло отчуждение, продажа, на самом деле человек продал, получил прибыль. Здесь вопрос его момента права владения. Во-первых, сколько лет он владел? Потому что есть некоторые моменты, это чисто технического характера, когда мы, как госорган, не совсем корректно получаем данные. Допустим, пример, лицо владело по праву приватизации с очень давнего времени, да, то есть срок права владения фактически 90-е годы, как примерно. Получилось, что в результате оформления новые свидетельства, новой датой, и человек эту квартиру продает. В некоторых случаях, к сожалению, мы видим новую регистрацию, новый срок регистрации, и фактически тут же продал. Получается, ну, если берем старую норму закона, то менее трех лет владения. Соответственно, мы уведомляем об обязательстве декларирования, да. Опять же, в этом случае приходит человек и поясняет нам, что владение у него, там, представляют документы, владение у него более давнего срока, соответственно, более трех лет. В случае, если все-таки так получилось, что там не знал, налоговый орган уведомил, и сумма подлежит налогообложению. Ну, опять же, физическое лицо рассчитывает данный налог. Понятно, что, как и говорили уже позже, срок подал декларацию 1000 рублей штрафа. Ну, и, соответственно, наступает момент начисления пеней, потому что если срок уплаты до 15 июля, и тут уже момент, понятно, человек понял, что он должен, декларацию подал, оплатил. Ну, и, естественно, с момента 15 июля того года, за который он должен платить, и по моменту совершенного факта оплаты начисляются пеня. Поэтому возникнет, да, обязательство исполнения платежа самого как такового. Пеня замрет на дату платежа совершенную, то есть налог человек оплатил. Ну, и 1000 рублей фактически будет признано госорганом в нарушении 119 статьи налогового законодательства за более позднюю подачу. Понятно. Хорошо, давайте уже перейдем к добросовестным платежщикам налогов. Добросовестным, да. Да, и ведь их большинство абсолютное. Тем не менее, опять же, продал я дом. Как рассчитать сумму налогового? Мне обязательно идти в налоговую, или я могу каким-то образом, дистанционно, через личный кабинет это сделать? Ну, в личном кабинете, в принципе, очень удобно, и очень многие пользуются. Очень большой, я бы сказала, процентный прирост, более половины. Подают декларации уже через личный кабинет. То есть очень удобно, электронка, отслеживается, видно ход, проведение проверки, сроки и все. Потом, понимаете, вы говорите о том, как рассчитать. Лицо рассчитывает само. Здесь все зависит от права владения, от сроков владения, от того же, в каком году было получено свидетельство на объект, который отчужден, продан. Если мы говорим о старых сроках, 3 года владения. То есть это относится в основном к тем объектам, которые получены свидетельства, зарегистрировано право до 1 января 2016 года. Потому что есть изменения, они достаточно несложны. Просто в такой короткий период их не объяснишь. То есть если мы берем старую норму права, 3 года владения. Человек менее провладел, соответственно, продал миллион на объект, не налогообложение. Соответственно, если у лица нет подтвержденного, понесенного расхода, что мы имеем в виду? Ну, допустим, это новострой. Соответственно, на каком-то нулевом этапе застройщикам был заключен от того или иного вида, договора, и оплачена сумма лицом. Ну, как пример, 3,5 миллиона. Владение менее 3 лет, понесенный расход 3,5 миллиона, соответственно, продали также за 3,5 миллиона. То есть человек не получил прибыли. Некоторые не совсем понимают и пугаются, когда приходят и на приеме так говорят. Я же ничего не получил, я продал за сколько купил. Правильно, но речь идет о полученном доходе от продажи. Да, он 3,5 миллиона. Но он не налогооблагаем, потому что представлены документы по понесенному расходу. То есть, простой пример, да, платеж на его имя 3,5 миллиона. Соответственно, документы представлены лицом 3,5 миллиона потратил, 3,5 миллиона в договоре получил. Получил, да, как бы он получил средства. То есть, остался в сухом остатке, остался при своих, что называется. Да, получается, что прибыли никакой нет, ничего нет. Если же тот же самый вариант рассмотреть, когда у человека нет подтвержденного расхода, да, 3,5 он продал, менее 3 лет владел. Тогда, соответственно, если это одно физическое лицо в одном договоре, 3,5 миллиона, тогда миллион неналогообложения, получается 2,5, под 13% в бюджет. Понятно. Конечно. Можно также рассмотреть пример, допустим, 4 миллиона, да. 3,5 миллиона у лица понесенного расхода, за 4 он продал. Но законом, как сказано, или неналогооблагаемая сумма, а это миллион, или понесенный подтвержденный расход. Вот, естественно, в этом случае человеку, ну, я бы сказала, выгодно, да, простую такую формулировку. 3,5, значит, он представляет как платеж, прибыль 500 тысяч. Соответственно, с 500 тысяч под 13% в бюджет. Понятно. Хорошо, у нас прям буквально две минутки осталась, даже, по-моему, одна. О изменениях в декларационной кампании 2017 года, если они, конечно же, имеются какие-то важные изменения, о которых надо рассказать. Есть, знаете, одно достаточно важное изменение. Если в прошлые годы лицо, получившее, ну, скажем так, доход, в основном это банки или профсоюзные компании, или, прошу прощения, профсоюзные организации, представляющие своим сотрудникам там, ну, какие-то поездки, какие-то отдыхи, там, я не знаю, спортивный бассейн. Соответственно, раньше лицо само подавало эту декларацию с уплатой в бюджет. С этого года налоговый орган по данным юрлица, или это профсоюзная организация, или это банк, подает сведения налоговому органу, и налоговый орган, исчисляя, начисляет физическому лицу, представляет к уплате уведомление с суммой, которую лицо должно уплатить до 1 декабря. То есть, сам человек, когда заполняет декларацию, эти доходы вносить не должен, правильно? Нет, по данному виду доходов физические лица декларацию не подают. Все, что связано с налоговыми агентами, как правило, профсоюзные организации к ним прикреплены, да, или это банк, отношения какие-то по полученной выгоде, где-то что-то еще. Есть, приходят физические лица, у них на руках 2 НДФЛ от банка, по каким-то их там роду отношений, к уплате незначительная сумма, но узнают поздно, и возникает, ну, такая сложная ситуация для физического лица, когда узнал он позже срока подачи декларации. К уплате, как пример, допустим, там всего 15 рублей, а в результате нарушения 119 статьи 1000 рублей штрафа. Штраф, да, нехорошо. То есть сейчас все это пересмотрено, поэтому налоговому органу юрлица подают, налоговые агенты подают данные по полученному доходу, госорган начисляет и представляет к уплате квитанцию. Понятно. Людмила Николаевна, большое спасибо за такие подробные объяснения, дорогие друзья. Напоминаю, что сегодня говорили мы о ходе декларационной кампании 2017 года. Делали это мы вместе с Людмилой Николаевной Генераловой, с главным государственным налоговым инспектором ФНС России по городу Красногорска Московской области. Для вас в студии работал Максим Мельников. До свидания. Всего доброго. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»